Мы исходили из того, что у нас есть какие-то две близкие кривой, две близкие точки этой кривой, которые обе принадлежат кривой равновесия. Ну и, значит, этого достаточно для того, чтобы мы могли получить для производной температуры по давлению, то есть вот для наклона этой кривой, вот в любой производной точке, вот такое вот уравнение. В этом уравнении, значит, ну, естественно, вот это вот дельта представляет собой разность вот этой второй смешанной производной для первой фазы и для второй фазы. Ну, то есть вот тут стоит D2, вот это дельта, это D2μ1 по ДТ по ДП, минус D2μ2 по ДТ по ДП. Ну и точно так же с остальными всеми этими скачками, которые вот здесь присутствуют. То есть наша кривая, вот ее поведение определяется этими разницами, разрывами, скачками вторых производных. Вторых производных химического потенциала в одной и в другой фазе, ну, производные берутся по температуре, по давлению, полагается, что состояние вещества вот определяется с считательными внешними условиями температуры и давлением. Ну, вот мы сейчас будем говорить не о магнитном превращении, но там место давления, которое, впрочем, тоже может быть, ну, некоторым самостоятельным параметром, но если мы имеем в виду какую-то ситуацию, когда давление фиксировано, оно не является какой-то существенной переменной, ну, просто вот то подставится при постоянном давлении, тогда вместо давления в роли параметра определяющего внешние условия будет присутствовать напряженность внешнего магнитного поля, вместе с температурой, конечно. Ну, тут для, так сказать, конкретности написано ДТФОДП. Ну, можно переписать, разумеется, уравнение, просто вместо П поставив H, ну, и знак еще поменять перед соответствующими членами этих соотношений. Значит, как мы получали, что мы предполагали, когда мы получали эти уравнения? Мы рассуждали так, абстрактно. У нас не было, ну, какого-то конкретного представления о том, что собой представляют вот эти две фазы, что это за система. Мы просто предположили, что вот эти две фазы таковы, что их малярная тропия и объем в точке перехода не отличаются, чем друг от друга. То есть, скачок первых производных равен не будет. Ну, вот просто давайте рассмотрим такой вариант. Вот мы перед этим получали уравнение квадрилонного возраста, исходя из идеи, что эти скачки первых производных отлично от нуля. То есть, они разумеют для той ситуации. А можно себе представить, что в природе может быть и по-другому. То есть, вот эти не только химические потенциалы, но и его первые производные по температуре, по давлению в этой нашей ситуации могут быть непрерывными. Непрерывными, то есть, вот в точке перехода, при этом равновесии. Эти величины, то есть, малярный объем, энтрофия, моля, все туда. Они не отличаются. У одной фазы и у другой они принимают одни и те же значения. Ну, разумеется, вот в этом случае, когда речь идет о равновесии. А вторые производные, значит, давайте предположим, что у вас первые производные непрерывны, то, ну, наше разложение, значит, там, мы пользуемся формулой Тейлора, ну, вот записав это равенство, равенство химических потенциалов в какой-то точке T плюс DT, P плюс DP, вот на этой нашей перелоги. Пользуемся формулой Тейлора, значит, предполагаем, что DT это P малы, и вот отсюда у нас получается, значит, соотношение, которое определяет, опять-таки, на одном приводе, но сейчас уже не через скачки первых, а через скачки вторых производных, потому что, вот, мы считаем, что первые производные непрерывны. Итак, вот, если такого рода фазовое превращение существует, ну, мы, конечно же, знаем, что на самом деле, да, действительно, есть примеры, и мы будем их обсуждать, примеры таких вот превращений. Значит, если они существуют, то, значит, сравнения должны быть как раз вот такие. Равнения должны быть вот такие. Значит, непрерывны химические потенциалы его первые производные, а вторые испытывают вот разрыв, скачок. То есть они в точке перевода отличаются конечным образом друг от друга, и именно через эти скачки и получается вот это выражение, которое определяет, значит, линию фазового превращения. И, значит, ну, раз вот я уж, значит, об этом заговорил, давайте мы сейчас еще перепишем в таком более, ну, что ли, может быть, внятом виде эти же выравнения используют то, что, значит, как мы знаем, первая производная химического потенциала по температуре, это энтропия, моля, вещества с минусом взятая. А первая производная химического потенциала по давлению, это объем моля, это малярная минус. Ну, то есть, вот я могу написать, вместо вот этого скачка, я могу написать, что это, ну, первая производная здесь по П, малярный объем, а, значит, дальше у меня стоит частная производная объема моля по температуре. Ну, и это, значит, вот такой скачок, это скачок, это вот такая разница, ну, такого, значит, объемного расширения температурного при постоянном давлении. То есть, вот мы можем приписать уравнение инфеста, вот, значит, в таком виде. В числителе у нас стоит ДВ по ДТ при постоянном В. Ну, скачок, разумеется, разница. Первая база минус для второй. Вот, ну, а, значит, поскольку вот здесь вот у нас стоит минус, первая производная, это минус энтропия, поскольку здесь надо поставить плюс, и, значит, здесь мы должны написать первую уже производную, ну, скачок, первой производной энтропии по температуре, да, по температуре при постоянном давлении. Ну, если мы в соотношении ДС по ДТ на Т поделим и помножим, то у нас возникнет теплоемкость. Ну, правда, тут, значит, множителем в результате должна появиться будет температура. Температура вот эта, в точке перехода. Вот, и, следовательно, здесь стоит скачок теплоемкости при постоянном давлении. Вот так выглядит вот эта первая база, ее можно так написать, то есть она определяется скачком вот этого вот коэффициента расширения температурного и скачком теплоемкости при постоянном давлении. Вот это первая производная. Ну, и, значит, аналогично мы можем переписать и вот это вот соотношение. Значит, здесь у нас слева стоит скачок ДВ, ДП при постоянном ДВ, ДП на тракте. Ну, так. Ну, а, значит, вот эта вот вторая производная, это минус скачок, скачок СВ деленный на Д, это вот вот эта вот наша производная. Ну, минус, естественно, здесь появляется. И вторая производная, значит, это скачок ДВ по ДП, вот это тут может быть при постоянном Д. Значит, вот в таком виде мы можем переписать уравнение рефеста, я этого не успел сделать в конце прошлой лекции, поэтому вот давайте сейчас их вот так вот перепишем и на этом закончим с этим параграфом, который у нас был шестым. В двое фазовые переходы, в случае параграф, уравнение рефеста мы закончим. Существуют ли эти переходы фазовые, переходы второго ровного? Конечно, да, существуют. Ну, надо из опыта убедиться на опыте, убедиться, что да, действительно бывают такие вот базовые превращения. когда непрерывные химические потенциалы и его первые производные, а вторые производные испытывают скачок. Это превращения, которые, возможно, не так эффектны, как переходы первого рода, хотя, ну, в общем, это дело вкуса. Из-за того, что, значит, скачка и тропии нет, у нас при фазовом превращении тепло не выделяется, не поглощается. Это может быть таким эффектным, вообще-то говоря, зрелищем, когда вот такой вот фазовый переход первого рода происходит. Вот знаете, как, значит, можно увидеть вот такую вот штуку. Вот когда происходит структурное превращение первого рода, то может быть так. вот у вас что-то горячее, да, остывает, и вдруг начинает нагреваться и даже раскаляться, потому что идет фазовое превращение, тепло выделяется. И вот, ну, вроде бы остывает, да, вот, ну, просто образец остывает, в контакте вот с ближайшим воздухом. И он вдруг, вот непонятно откуда, может быть, ну, как можно отреагировать на это, он вдруг начинает буквально раскаляться, потому что фазовое превращение приводит к тому, что тепло выделяется. И образец, ну, меняет свое состояние вот таким вот образом. за счет этого выделяющийся предфазовое превращение и тепло. А при переходах второго рода ничего такого не происходит. В точке перехода фазы фактически не отличаются ничем друг от друга. Вот, значит, у нас сейчас, ну, давайте мы будем рассматривать фазовое конкретное превращение, переход фермы вот этих парамагнитное. Вот, дело в том, что, если не считать, вот, работы вандербайса первыми, то хронологически первые работы, в которых рассматривался конкретный фазовый переход второго рода, пусть так его фер-вейс и не называл. Это как раз работа, вот, посвященная этому взаимному превращению перехода вещества из фермо-магнитного парамагнитного состояния, ну, или наоборот. Так вот, в этом случае в точке перехода, точка перехода чем, ну, так сказать, характеризуется, возникает отличная оттолея намагниченность в точке перехода. Но в самой точке перехода намагниченность еще наливает. И никакой разницы между фазами собственного точки перехода нет. Если вы, ну, никак не можете перепутать, скажем, насыщенный пар, да, и саму жидкость, ну, вставить, ну, что это совершенно разно, то, значит, для вот этого перехода фермо-магнитного парамагнитного, ну, их не различаете в точке перехода. Вот в этом смысле это не так эффектно быть может. Но зато есть, конечно же, возникновение, вот, переход этот второго рода, он связан с возникновением некоторого нового качества. Оно только зарождается в точке перехода, но, тем не менее, это точка перехода, это точка зарождения нового качества, причем это может быть очень эффектно. Значит, ну, вот эффектно в том смысле, что если мы далеко от точки перехода уйдем, то мы, ну, увидим, что вещество приобрело некоторые совершенно необычные свойства. Там, например, оно стало сверхфороводником, и, например, оно стало сверхтекучим. Хотя в самой точке перехода вот эта компонента, сверхтекучая компонента в жидком дереве обладает нулевой массой в самой точке перехода. И в этом смысле, ну, в точке перехода как будто-то ничего не случилось. Значит, если мы подальше уйдем, то мы увидим, что вот эта новая фаза, зарождающаяся новая фаза обладает, конечно, ну, абсолютно абсолютно новым качеством. В этом смысле переход второго рода тоже очень большой эффект. Ну, я, конечно, просто так сказать, голословно утверждаю, что эти переходы – это переходы второго рода. Но мы, ну, хотя бы вот на этом примере фера-пара, переход вот мы, значит, убедимся, что, да, действительно, ну, во-первых, теоретически мы построим некоторую теорию, которая, ну, будет какой-то разумной, согласованной, и в ней получится как раз, что первое – производные непрерывные, второе – испытывают скачок. Ну, и потом опыт, конечно. Опыт говорит о том, что вот эти превращения, которые я только что упомянул, значит, они как раз такие. И они именно второго рода вот в этом смысле. Первое – производные непрерывные вместе с потенциалом, конечно. Если бы он был разрывным, то и дифференцировать однако нельзя бы было говорить о производных, не было бы смысла. А разрывные – второе – производные. Такие переходы действительно существуют. Ну, и вот, пожалуйста, значит, как-то отметьте, если вы пишете, значит, заголовок аппарата седьмой, ну, можно так, для краткости теории риска. Едвейс в 1907 году дал вот... первую такую феноменологическую, термодинамическую теорию конкретного фазового перехода. Он его не называл переходом второго рода, конечно, не мог этого сделать, по той простой причине, что вот эта терминология возникла в работах Олимпеста только в 30-е годах 20-го века. А, значит, работа сейсом, вот, это начало 20-го века. Значит, ну, в этих, значит, работах вот какая-то была представлена такая, как я уже в случае, кстати, сказал, значит, феноменологическая термодинамическая теория превращение вещества из парамагнетиков в ферронный. Ну, скажем, в процессе понижения при постоянном давлении температуры. При высоких температурах вещество ведет себя в магнитном отношении одним определенным образом. И, главным образом, для нас важно, что намагниченность, то есть магнитный момент единицы объема или магнитный момент одного моля равен нулю. В отсутствии внешнего магнитного поля, конечно. А при понижении температуры вдруг возникает намагниченность. Внешнего поля нет, а она возникает. И, таким образом, можно сказать, что она возникает спонтанно. Не вследствие, ну, такой вот естественной для монологниченности причины, как магнитное поле, а вот просто сама по себе, вдруг откуда-то возникает. Об этом говорят весь, по-видимому, так и говорим. Ну, вот позднее об этом стали говорить, как о спонтанном нарушении симметрии. В том смысле, что симметрия вещества при вот этом фазном переходе действительно меняется в точке перехода. Если при более высоких температурах всевозможные направления были эквивалентны, то ниже точки перехода у системы появляется аксиальная симметрия. Раньше изотропным было вещество, все направления эквивалентны. А вот ниже точки перехода действительно возникает аксиальная симметрия. Ну, направленная вдоль коситой симметрии, это направление на магнитчинстве. Ну, и таким образом, вот говорят, что без какой-то внешней причины, которая вот это вырождение по направлениям снимает, то есть вот спонтанно, спонтанно система нарушает свою собственную симметрию. Вроде бы нет причины возникнуть этому, в выделенном направлении, а так оно возникает. И вот, может быть, забегая вперед, может быть, это сейчас еще об этом рано было бы сказать, но, может быть, и с другой стороны вместо было бы сказать, что вот позднее, в 30-х уже годах, уже после работы инфеста он сказал, что, знаете, намерное, значит, это типично для фазовых переходов второго рода. Вот именно это спонтанное нарушение симметрии, именно изменение симметрии в точке перехода. Вот для переходов второго рода, самых разных, характерно, что симметрия фаз, которые могут быть вот в равновесии, там на кривой равновесии, вот эта симметрия фаз различается. При фазовых переходах первого рода тоже, переход первого рода может быть таким, что симметрия разная у этих разных фаз. Ну, вот, когда мы говорим о кривой плавления, да, у нас есть жидкость, которая обладает дезотропией, а вещество превращается в кристалл, который аниэнтропия. То есть для перехода первого рода так тоже может быть. Но с другой стороны, переходы первого рода существуют и такие, когда симметрия при переходе не меняется. Ну, в том смысле, что и для одной, и для другой фазы симметрия одна и та же. Ну, вот как вот жидкость и газ. Это изотропшная среда и то, и другое. А вот для перехода второго рода как раз характерно, как в первом сказал Ландау, изменение симметрии. Вот в точке перехода, значит, скачком она неизвестна, так сказать, скачком меняется. Появляется какой-то новый элемент симметрии, или он наоборот исчезает какой-то элемент симметрии. Вот это вот характерно для перехода второго рода. Ну, если, значит, говорить вот о весе, то его работа, то, конечно, он не пользовался термином, значит, переход там второго рода, там спонтанное, значит, нарушение симметрии, ничего этого не было. У него была, значит, конкретная задача вот как-то вот объяснить, а как же это мы себе представляем? Вот как этот переход, это превращение вещества из парафера состояния происходит? Ну, у нас любое объяснение любого вазового превращения, конечно, общее объяснение состоит в том, что причиной является взаимодействие между микросоставляющими макроскопического тела, между какими-то вот величайшими элементами структуры, между атомными молекулами, общее объяснение вот в этом. Значит, взаимодействие это стремится создать некоторое упорядочение, некоторый порядок вот в этой структуре, которая состоит из огромного количества этих микро каких-то образований. А температура противодействует этому. Температура вносит разупорядочение, высокая температура вносит разупорядочение вот в этот порядок. И вот в этой борьбе, конечно же, упорядочивающего влияния взаимодействия и разупорядочивающего влияния температуры и возникает вот эта ситуация, когда, ну, когда-то устойчива одна фаза, потому что побеждает там, скажем, хаос теплового движения, а когда-то другая фаза, когда взаимодействие способно вот это влияние разупорядочения победить, как-то составить, значит, эту структуру какую-то образоваться. Хаос этот, придушивая, так сказать, бывает взаимодействием. Ну, это очень общие слова, хотя всегда, конечно, так, вот все мы именно понимаем, причины вот этих превращений именно таким образом. Это борьба теплового движения, хаоса теплового движения и упорядочивающего влияния взаимодействия. И вот, ну, значит, первая такая теория, термодинамическая, феноменологическая, писательная. Мы говорим об этом взаимодействии микро-чтиц, но мы его не описываем значит, ну, вот так, на уровне действительно взаимодействия между индивидуальными частицами. Мы его понимаем, как-то вот пытаемся это все, ну, вслед за Андервайсом и Вейсом понимать это на таком очень общем уровне, уровне каких-то средних полей, характеризующих воздействие на одну какую-то любую частицу, всех остальных. Вот в этом смысле теория Вейса очень похожа на то, что еще раньше было сделано Вандервайсом. У меня есть большой такой вот исторический интерес, я вас не знаю, вот на самом деле, Вейс как-то ориентировался на то, что уже было сделано Вандервайсом или нет? Я, к сожалению, не могу сказать, что да, он как-то там ссылался на Вандервайсом или на обороте, он действовал совершенно самостоятельно, но я хочу повредить ваше внимание на то, что, хотя в этом как-то слишком хуже, что мы не пишем, что мы пишем, что мы пишем, что мы пишем. Так же, как у Вандервайса, у Вейса, мысль главная состоит в том, что давайте будем считать причины перехода взаимодействия между молекулами, а это взаимодействие мы опишем с помощью предоставления о некотором усредненном таком воздействии всех остальных каких-то микросоставляющих системы на какую-то одну любую. Аналогии здесь, мне кажется, очевидными и очень яблые. Как Вандервайс с чего-то, так сказать, он начинал. Он написал, на тот момент, известное уравнение состояния идеального газа и внес некоторые изменения в это наше уравнение. Значит, вы помните, он предложил учесть, что молекулы обладают собственным объемом или, ну, это тоже некий учет взаимодействия, потому что если у них есть некий собственный объем, а не какие-то, значит, математические точки, то это означает, что фактически они не могут, ну, фактически они, значит, с бесконечной силой отталкиваются при соприкосновении, это тоже учет взаимодействия общества. Ну и дальше вот этой буквой А он, 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 утрома, сучу взаимодействие притяжения между молекулами. Вот этим одним слагаемом, значит, он учел такое вот взаимодействие между молекулами и это была первая теория, в которой вот, значит, каким-то образом было учтено вот это вот самое взаимодействие между структурными составляющими. Значит, вот здесь рассуждал очень похожим образом, значит, он написал, ну, и я может быть еще вернуть, значит, и что тогда получилось, когда фондербальс внес вот эти вот изменения в уравнении состояния. У него возникло новое качество. Значит, если раньше, если мы будем рассматривать объем вот в этом нашем уравнении, уравнение идеального состояния идеального газа, если мы рассматриваем объем как функцию температуры и давления, то значит, какой-то парень поэта отвечает один и только один объем. А вот из-за того, что весь эти где-то добавки внес, уже уравнение стало фактически публическим, если мы уравнение для объема рассматриваемся. И получилось так, что оно имеет качественные разные решения при определенном значении сложного параметра, в состав которого входит температура. То есть от температуры стало зависеть, каким будет решение. И, ну, вот эта разница в решениях, это разница между фазами. И вот, значит, Увисер точно так же. Он написал, сейчас мы это проделываем, значит, он написал вравнение состояния идеального парамагнетика, а потом у него внес изменения, изменения, которые должны были вот это взаимодействие учесть. И опять, значит, произошла как раз такая точная история. Значит, соотношение, которое раньше однозначно определяло намагниченность через напряженность внешнего поля и температуру, приобрело другой характер. Это было уравнение, которое, это стало уравнение, которое теперь надо решать. И у него возникает, вот за счет этого появления молекулярного поля, у него возникает, ну, уравнение, возникает возможность дать нам решение разного типа. Эти два разных решения, это и есть вот парамагнитное и ферромагнитное паспорт. То есть, аналогии, переключка, вот, мне кажется, здесь очень очевидными, ясными. И я вот еще раз хочу сказать, что вот мне очень любопытно, я не знаю, где это на этот вопрос, значит, вот весь как-то ориентировался на то, что было сделано, он дорвается или нет. Хотя, мне кажется, что тут очень явно, так сказать, прослеживается такая вот, идейная связь, это точно. Она, по-моему, налицо. Значит, ну, вот, так и можно. Давайте напишем уравнение состояния идеального парамагнитика. Что значит идеальный парамагнитик? Как мы его себе представляем? Значит, мы будем в некоторую, конечно же, модель. Значит, у нас парамагнитик состоит из некоторых элементарных магнитных моментов. Ну, для нас не так важно, ну, что они собой представляют для дальнейшего. Но фактически, конечно, мы под этим понимаем магнитные моменты отдельных атомов, из которых вот и составлен этот самый парамагнитик. То есть, это у нас какие-то атомы, ну, переходные там элементы, редкие земли, они обладают, они состоят из атомов, которые, ну, просто, так сказать, вот сами по себе являются какими-то элементарными магнитиками. И, значит, если у нас этот атом является каким-то магнитиком с магнитным магнитом М, и если у нас в море вот такое количество этих самых магнитных моментов, то можно говорить о том, что если мы заставим их все смотреть в одну сторону, то магнитный момент моря будет определяться вот таким произведением. Числа Авагадо на магнитный момент отдельного атома. Ну, это величина порядка магнитона Бора, естественно. Ну, для Вейса, опять же, этого не было, он про магнитон Бора не знал, но, значит, мы сегодня вот можем сказать, что если все моменты заставить смотреть в одну сторону, то магничность моля будет характеризовать суть вот каким-то таким, значит, произведением. На магничность насыщения мы можем ее, значит, так вот назвать. Заставить их смотреть в одну сторону, если мы предполагаем, что взаимодействие между моментами нет, может только бесконечно сильное магнитное, внешнее магнитное поле, конечно. Значит, парамагнетик мы рассматриваем как вещество, вот эти отдельные магнитные моменты, они друг с другом никак не взаимодействуют. Движение какое-то, которому способствует температура в этом случае, есть просто движение этих магнитных моментов, ну, связанное с их ориентацией в пространстве. Значит, у нас есть решетка, в узлах которой сидят, значит, атомы, которые для нас сейчас важны только в одном отношении, они представляют собой эти вот магнитные стрелы. И чем больше температура, тем, значит, интенсивнее это движение, которое выражается просто в том, что они поворачиваются как-то произвольным образом эти магнитные моменты. И они не завезли, а они вот крутятся как-то и друг друга не чувствуют совершенно. Значит, идеальный парамагнетик, это означает, что эти моменты каждый сам по себе. Значит, ну, как нам написать уравнение состояния термическое вот этого парамагнетика? Значит, это какая-то связь между, ну, вот, магничностью, магнитным моментом единицы в дону, температурой, ну, и в данном случае, значит, с напряженностью внешнего магнитного холия H. Значит, какая-то связь, но умение состояния в общем случае выглядит вот так. Значит, ну, как для газа это было бы В, Т и П, а здесь, значит, М, Т и H. Значит, вот они как-то должны быть связаны, и мы можем, для того, чтобы сделать связь конкретной и воспользоваться тем, что термическое уравнение состояния не является независимым от калорического. А для калорического мы можем написать вот такое соотношение. Значит, если где мы, как обычно, назначаем внутреннюю энергию нашего вещества, то, значит, мы по аналогии ДЕПДВ, значит, при постоянном Т, здесь напишем ДЕПДМ, ну, а помните, мы выводили, значит, уравнение ДЕПДВ при постоянном Т, это произведение Т на ДППДДМ минус П. Вот у нас было такое соотношение, значит, производное давление по температуре, умноженное температуру, минус давление. Значит, сейчас вот в этом нашем случае, поскольку мы в выражении элементарной работы, которая раньше была П на ДВ, сейчас мы его понимаем как минус H на ДМ, значит, мы просто можем, поскольку эти вот соотношения выводились совершенно без использования какой-то специальной, какого-то специального качества вот этих вот букв там П, В, H и М. Просто мы можем заменить П на минус H, а П на М. Вот я уже начал это делать. Ну, и, в общем, значит, у нас получается так, значит, минус Т, ДХ, ДТ, часто производно при постоянном Плюс, H, вот, значит, это уравнение состояния может быть таким вот образом написано просто потому что справедливо второе начало термодинамики. Мы, значит, можем его использовать. И оно нам поможет вот в каком смысле. Значит, если это в нашей вот модели идеальный парамагнетик, то вот эта производная должна быть равна нулю. Производная ДЕПДМ должна быть равна нулю. Ну, потому что что такое, что есть тем, это величина, которая, значит, определяет магнитный момент, ну, вот моря, скажем, если я до моря говорю о этих характеристиках, характеристиках моля, то, конечно же, если моменты взаимодействуют как-то, то их, ну, скажем, большая, большая согласованность в их взаимной ориентации, это, естественно, росты. Значит, если вот какого-то, мы переходим от какой-то ситуации в полной безупорядоченности к тому, что есть некоторое преимущественное направление в направлениях магнитных моментов, то это преимущественное направление создает, естественно, какую-то отличную атмосферную аналогичность, она, значит, растет. Но если моменты взаимодействуют друг с другом, то есть энергия взаимодействия должна, разумеется, меняться в зависимости от того, как моменты другого отношения друг ориентированы. Вот это взаимодействие здесь у нас, это же не какие-то там столкновения, сдвижения там, а они просто сидят каждый на своем месте в магнитный момент атома, но, значит, они как-то вот ориентируются. И если у них есть какая-то общая направленность, то, значит, это большая намагниченность, а если они чувствуют вот эту взаимную взаимодействие, то это значит иметь взаимодействие. Поэтому отсутствие взаимодействия должно проявляться в том, что вот эта производная внутренняя энергия по намагниченности просто-напросто равна нулю. Ну, значит, действительно, энергии все равно большая намагниченность или маленькая, выстроились как-то моменты в одну сторону или не выстроились. А это может быть только тогда, когда они друг друга не чувствуют. Поэтому, ну, взаимной ориентации не чувствуют, не обращают, так сказать, внимание друг на друга. Поэтому вот идеальность состоит, проявляется в требовании, чтобы эта производная была равна нулю. Эта производная была равна нулю. Тогда мы не можем догадаться без какой-то, так сказать, проблемы, что нам отличенность должна быть функцией отношения H и T. Ну, действительно, вот если это производная равна нулю, то у нас получается так, что H и DT при постоянном M, вот отсюда. Значит, это отношение H и T. Вот, значит, эти связи между H и M мы должны для идеального парамонетика отвечать вот этому вот уравнению. Отвечать вот этому уравнению. Ну, это, очевидно, будет выполнено, это требование, если мы будем считать, что нам отличенность является функцией, ну, букву какую-то другую, в общем-то, тогда надо написать, ну, G там, допустим, я ее напишу, да, от отношения H и T. Ну, дело в том, что, ну, очевидно, что вот эта идея, так сказать, она обеспечит существование вот этого вот равенства. Ну, действительно, значит, постоянство M, постоянство M – это постоянство отношения H к T. Постоянство отношения H к T. Но ведь, если мы, значит, имеем как постоянное вот это отношение, то это означает, что, вот, дифференцируем дробь, и у нас получается вот такой вот такой числитель в дроби. Ну, тут 5 в квадрате, но это для нас не важно. Значит, эта величина постоянно, это означает, что, вот, это выражение числитель, значит, в этой дроби равен нулю. Но отсюда же и будет вытекать как раз, что вот при условии постоянства M, это производная, если мы, значит, отсюда найдем, да, H к T, она уравняется отношению H к T. Таким образом, вот, мы можем дальше исходить из того, что идеальный парамагнитик – это, значит, вещество, уравнение состояния которого имеет вот такой вот вид. Конечно, пока G у нас совсем не конкретно, но у нас есть некоторые основания уже предполагать более внятно, значит, что собой это уравнение представляет. Значит, ну, во-первых, понятно, что если H очень большое, ну, к бесконечности стремится при конечном T, то тогда у нас вот должно получиться вот это M нулевое. Значит, если H, ну, при конечном T, если H стремится к бесконечности, то это означает, что M стремится к М нулевое. Ну и второй момент, значит, если поля нет, если поля нет, то и на магничности не должно быть, потому что моменты не чувствуют друг друга, и никакого порядка в отсутствии упорядочивающих причин при конечной температуре, да и, в общем-то, при любой, не будет. И энергетичность должна быть равна нулю. То есть вот эта наша функция, она должна удовлетворять вот этим двум очевидным таким крайним ситуациям. Вот. Ну и это значит, что качественно мы можем нарисовать вот такую вот для себя картинку. Значит, графически, так сказать, уравнение состояния может быть изображено вот таким образом. вот, значит, это наша функция G, она должна быть такой. Вот если мы здесь покажем, значит, вот здесь у нас аргумент, который представляет собой отношение H к T. А здесь функция, которая ведет себя так. Значит, она выходит из нуля, а по мере роста вот этого отношения, ну, мы считаем T фиксированным конечным таким образом, а H вот меняем. Она приближается вот к этому значению на магнечности насыщения. Значит, ну, как ее здесь нарисовать? Значит, важно вот что. Значит, давайте ее нарисуем с какой-то конечным производным нуля. И вот она так выходит на насыщение. С конечным производным, потому что, ну, если мы этого не сделаем, если мы будем считать, что производная заливая, да, то тогда у нас здесь вот на кривой должен быть берегинус. В какой стадии ему быть? Это надо будет как-то специально обсуждать, объяснять. Нет оснований никаких думать, что берегинус должен иметь место. Ну, в бесконечном производстве тоже нищего быть. В общем, вот рисуем какую-то конечную производную, и наша, значит, кривая вот она. Тогда качественно выглядит вот таким вот образом. Давайте дальше будем писать о нашем уравнении и состоянии вот, значит, в таком вот виде. Эта функцию, вот эту G, вот эту G, сделанную достаточно конкретно, обозначим буквой L. это первая фамилия, первая фамилия Langevin, еще одного француза. Здесь вообще французы очень много сделали как раз в начале века. Значит, это функция Langevin. Он, Langevin, используя, значит, статфизику, основу какие-то статфизики, для системы незаимодействующих вот этих магнитных моментов, эту функцию можно просто найти. И, значит, вот можно написать, вот, дальше мы, ну, нельзя сказать, что не будем использовать, будем использовать это явное выражение, которое я сейчас напишу. Ну, это не самое важное. Значит, качественно мы обойдемся без явного этого выражения. Но все-таки для того, чтобы нам ясно представлять себе, что из этого может получиться, мы давайте напишем вот явную функцию, которая удовлетворяет вот этим предельным, значит, ситуациям, вот это катангенс-хиперболический x минус единица деленная на x. Это вот, как раз, Langevin, которую мы можем, вот здесь, ну, видеть, вот вместо вот этой, ну, так, качественно нарисованной линии можно понимать буквально вот эту вот зависимость. Она как раз такая, она вот так себя, значит, ведет. Ну, здесь при x, равном нулю, конечно, как бы, опасения могут возникать. Но дело в том, что катангенс ведет себя при x, стремящемся к нулю, как раз как единица на x. Вот, главное, значит, слагаемое в представлении катангенса вблизи нуля, ну, первый член в ряде Langevin, это как раз единица на x плюсом, это все сокращается, и, значит, там возникает в качестве первого неисчезающего члена в разгложении, вот уже с этой разностью, x деленная на 3. И производная вот этой функции Langevin в нуле, давайте мы сразу напишем, это 1 в треть, число 1 в треть. Ну, для нас не важно, что это 1 в треть, для общих каких-то результатов не важно, что 1 в треть. Ну, вот, если хочется иметь конкретное упражнение, то у вас разом больше может быть вот таким. Значит, при этом считается, конечно, когда вот она выводится, считается, что спины являются, ну, не спины, а магнитный момент, который, конечно, очень часто спинного происхождения, магнитный момент атомов являются классическими векторами. То есть, они могут принимать в пространстве любую ориентацию. Есть более общая формула, которая может вот играть роль, значит, вот этой вот функции, это так называемая функция Брюлюэрна. Еще один знаменитый, замечательный француз Лион Брюлюэрн, он произвел, так сказать, ну, квантовый вывод вот этого уравнения состояния. Ну, то есть, те же самые магнитные моменты, только предполагается, что они квантовы, и их ориентация в пространстве может быть только какой-то дискретной. И отсюда получается вот функция Брюлюэрна, в которой, если мы величину магнитного момента устремим к бесконечности, то определенная функция перейдет в функцию Лонжевен. А Лонжевен – это, конечно, классическая функция, полученная в предположении, что магнитные моменты ориентируются в пространстве неправильным образом. Для них все возможные направления разрешены. Ну, адекватных моментов, как вы знаете, этого нет. Значит, проекция на какое-то любое направление где-то окмантована, и из-за этого, значит, вот эта функция должна быть, если бы мы считали эти спины квантовой линейкой, функция немножко должна быть другой. Но они связаны. Более общее определенное переходит в эту лонжевую. Значит, вот аргумент здесь, мы рисуем картинку, значит, у нас, вообще говоря, аргумент, может быть, я тут немного поспешил, в том смысле, что, ну, вот здесь вот, конечно, катангенс может быть только функцией безразмерной величины. Значит, давайте мы, естественным образом, обезразмерим, вот, значит, здесь аргумент. Ну, может быть, так, не знаю, последовательно ли я буду, но, наверное, вы не написали, естественно, пока, поскольку я не написал то, что тут вот начато, ну, может быть, и вам тоже нетрудно будет. Вот давайте, значит, обезразмерим наше уравнение. Значит, вот здесь у нас будет дальше на магнечность измеряться в шлинице, на магнечность и насыщение, а вот этот аргумент, которым главным, конечно, является соотношение h к t, мы тоже сделаем безразмерно вот таким образом. Давайте умножим h на m0, это по размерности будет энергия. И температуру здесь умножим на газовую постоянную. Но это будет тоже энергия. И поэтому у нас, значит, по-прежнему, на магнечность является функцией отношения h к t, ну, а это константы, которые здесь уместны, потому что тогда аргумент делается безразмерным. Ну, и на магнечность у нас тогда дается вот таким выражением. Это m0 умноженное на функцию m0, которая ведет себя как раз вот таким вот образом. Ну, и может быть, значит, вот здесь вот х, ну, я себе позволю так вот тоже пропишу, да, ну, чтобы было понятно, что мы имеем в виду. Ну, значит, m0, h в числителе, иммунателе, rt, тогда аргумент безразмерен. Если бы я, конечно, саму функцию в отживе нарисовал, то это бы не важно было. Значит, я просто вот, значит, могу нарисовать. И даже вот эта вот зависимость. Ну, какая? Ну, вот к единице. Тут вот единица. Вот на единицу выходит. Вот эта функция, она изображается вот таким вот образом. Ну, а если здесь уже я рисую на магнечность, то, ну, тогда вот аргумент уже все-таки надо написать у функции Ланзювена, значит, это функция Ланзювена. Аргумент надо писать вот таким вот образом. Итак, значит, вот у нас появляется в таком случае уравнение состояния... Значит, в виде лена меняется n0, умноженное на функцию Ланзювена r0, h, поделённое на rt. Мы можем его сделать ещё, так сказать, более конкретным, это уравнение, состоянием. Если мы будем считать, что температура большая, ну, насколько большая? Значит, настолько большая, что при каком-то конечном значении поля у нас... У нас вот это вот отношение много больше единиц. Много меньше единиц, конечно, простите, много меньше единиц. И мы можем, значит, представить тогда функцию Ланзювена, значит, ну, вот таким вот образом. Это, ну, как водится, формулой Фейбера, значит, воспользоваться в окрестности нуля, представить, значит, эту функцию в окрестности нуля. Ну, и, значит, поскольку в нуле значение функции, при нулевом аргументе значение функции равнозначно, то есть, что первый поправочный член, значит, будет записан вот таким образом, очевидно. Значит, то происходное, ну, это одна треть, может быть, написано. Значит, это мы написали в предположении, что F2H много меньше Rt, значит, температура большая. Ну, и что тогда у нас, собственно говоря, получилось? А получилось вот то уже ныне состояние, которое хорошо известно, ну, из опыта. Просто, значит, вот тут опять же огромные заслуги имеет Пьер Пюри, еще один француз, вот в это же время, что и Грифуен, и Ланжевен, работавший. Значит, он занимался вот магнетизмом, и с его именем связано, ну, и это уравнение состояния, и термины тут как раз многие носят его имя. Значит, у нас получается так, что одномагниченность может быть представлена вот таким вот образом. Значит, тогда мы видим, что одномагниченность при высоких температурах пропорциональна полю, а коэффициент пропорциональности, восприимчивость магнитная, значит, это, естественно, вот все то, что здесь, кроме, значит, поля, и это очевидным образом, значит, вот M нулевое в квадрате, поисловная в квадрате, поделённая на R, да, ну и на T, значит, вот так, все то, что это, единица на T. Значит, мы можем еще это так, значит, мы можем переписать, мы можем сказать, что C это C, поделённая на T, значит, это вот и есть закон Кюри. Кюри, где, конечно же, вот эта вот константа, которая выходит в закон Кюри, значит, она, как мы видим, выглядит так, значит, это M нулевое в квадрате, производная функция, которая дает нам, значит, зависимость от этого аргумента, вот, из новой личности, ну и здесь еще, значит, R. Вот, это, ну, является просто, мы об этом говорим, потому что это хорошо, хорошо, известно, что, да, действительно, вот на опыте, устанавливается вот эта вот зависимость, и, ну, так оно и, раз оно так есть на опыте, то это означает, что в нашем уравнении состояние, ну, какая-то, правда, так сказать, скрытно. К сожалению, уже давно прошел перерыв, ну, давайте пять минут, здесь можно какую-то логическую точку сделать, потому что сейчас мы что будем делать? Мы будем сейчас обобщать это уравнение, превращать его уравнение уже, которое будет уравнением вещества не вот в любом-то этом паромагнитном состоянии, а в общее уравнение, которое будет иметь решение как пара, так и перомагнитном состоянии. Я вот тут написал времена, которые, сказал времена, в которых жили вот эти вот замечательные французы, в том, что он был коммунистом, самым таким настоящим коммунистом. Они все прожили довольно длинные жизни, вот за исключением вверх, вверх, которые, как вы, наверное, слышали, ужасным образом погиб, попав, погиб. Вот поставлю прогиб. Бендер делался легким испугом, а вверх, 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 просто нахуй погиб. Ужасность в том случае. Совсем можно сказать молодым человеком. Ничего так. Вот. Ну, что ж, вот уравнение состояния идеального параметрия. Весь говорит, нам надо как-то учесть, ввести в его взаимодействие между этими самыми нашими магнитными моментами. Что действует на отдельный какой-то магнитный момент, вот в нашем этом представлении об идеальном параметике? Внешняя магнитная гоника. Давайте считать, что вот это воздействие соседних магнитных моментов на некоторые выделенные проявляется как некоторое дополнительное магнитное поле. То есть давайте будем уравнение понимать так. Вот кроме внешнего магнитного поля, на любой магнитный момент будет действовать еще поле, которое своей первопричиной имеет вот это вот взаимодействие между молекулами. Это добавка, это поле, давайте будем его называть опять-таки молекулярным полем. Это поле, которое вот по природе своей поле, созданное соседними магнитными моментами. Ну, как нам, мы же микроскопическую вот эту природу здесь никак не уходим, но давайте будем действовать таким образом. Давайте будем считать, что это поле должно быть пропорционально намагниченности. Это тоже такой совершенно естественный подход, потому что, ну, большая намагниченность означает большую согласованность в направлении, вот этих всех моментов в среднем. Если мы говорим про какой-то один выделенный, то, значит, в случае, когда он находится в окружении соседей, которые все смотрят в одну сторону, для него, естественно, подчинится вот этому общему настрою. То есть, конечно, вот это его воздействие на него со стороны остальных должно быть тем больше, чем больше, чем магничный. То есть, давайте вот это у вас молекулярное поле, внутреннее поле... Давайте это более, ну, скажем, внутреннее, да, давайте его будем считать, естественно, пропорционально намагниченности. Гамма, это будет какой-то коэффициент, который, ну, вот здесь приходит на смену вот этой букве А, которая в уравнении Вандервальса присутствует. Ну, или, может быть, и А и той вместе, потому что они характеризуют взаимодействие между молекулами Вандервальса А и В. А здесь вот некая гамма появляется. Ну, откуда ее? Ее уже можно как-то из сравнения, из опыта. Можно постараться, конечно, ее и вычислить в идеальных предположениях о том, что собой представляют онситные моменты, как они взаимодействуют. И тут, конечно, и это было сделано, и оказалось, что, ну, гамма какое-то необъяснимо большое должно быть для того, чтобы объяснить вот наблюдаемое значение там температуры и прочих характеристик вещества. И, казалось бы, весь потерпел, в общем-то, вот неудачу в таком объяснении, ну, что ли, вот происхождение этого молекулярного поля, но он, тем не менее, очень...